Привет, меня зовут Леша и я разработчик мобильного приложения Яндекс.Про. Интересный факт о нашем приложении, что средняя длина пользовательской сессии составляет целых 8 часов. 17 и 18 июня Яндекс устраивает Weekend-офер для мобильных разработчиков по iOS, Android и Flutter с опытом работы от 3 лет. Всего за 2 дня вы сможете пройти собеседование и получить офер в любую из участвующих команд. Для этого регистрируйтесь по ссылке под видео, там же будут все детали о мероприятии. До встречи! Наконец-то нам в руки попал действительно мощный мини-ПК. Он тянет все ваши киберпанки, гонки и стрелялки на максималках, потому что внутри стоит 6-нанометровый флагманский Ryzen 9 и хорошее, но бесполезное в данном случае, Radeon 680M. Ведь за графику тут отвечает разогнанная RX 6600M, а это уже уровень RTX 3060 в корпусе меньше любого Xbox и плойки. Очень странно, что это первый обзор на такой ПК на русском YouTube, потому что он давно продается в Китае и у нас на Али. Давайте посмотрим, почему он не плавит стол, как это реализовано внутри и на что способен такой мини-ПК. И для начала вот сравнение этого мини-ПК с моей 3080 Ti. Почти вдвое меньше по длине, а ведь это не просто компьютер, это мощный ПК. Отвечаю сразу в комменты. Да, ты соберешь дешевле и круче, но не такого размера. Снаружи все как у обычных компьютеров. USB-джеки для наушников и микрофона. Сзади три USB-A, правда они близко расположены, но у меня все вместилось. Два урезанных по скорости до 20 Гбит в секунду и по зарядке до 15 Ватт USB-C с Thunderbolt 4. Есть проводной 2,5 Гбитный Ethernet, хотя он особо не нужен. Wi-Fi у этой крохи качает как не в себя через Wi-Fi 6E. Да, тут два HDMI. Но где DisplayPort? Мой 2К-монитор из-за этого работает только на 144 Гц. 165 Гц недоступны. И я вижу этот мир на 20 Гц менее прекрасным. Но ладно, AMD не Nvidia, FreeSync по HDMI тут работает. Про игровые мониторы мы говорили в другом видео. Питание, разумеется, проприетарное, нестандартное. БП как от мощного ноутбука рассчитан на 270 Ватт, поэтому обойтись USB-C не получится. При этом используется необычный круглый 4-пиновый коннектор. С таким нужно быть аккуратным, найти новый будет непросто. К ПК можно прикрутить вот такую амортизирующую ножку. Или положить на бок. Снизу вентиляции нет, а резиновые вставки не дадут скользить. Теперь что внутри. Тесты я уже сделал, скоро вы поймете, почему мне так интересно. Задняя крышка снимается легко. Под самоклеящимися ножками 4 болта, и мы получаем доступ к железу. Любопытно, но даже ОЗУ прикрыто серьезными радиаторами. Хотя стоковая DDR5-4800 греться не должна. А вот радиатор на SSD большой плюс. Мы знаем, что быстрые PCI-Express 4 неплохо греются. При этом китайцы не сэкономили и поставили фирменный накопитель от Kingston, который легко выдает на запись свыше 3 гигабайт в секунду в Crystal Disk Mark. Всего 512 гигабайт, это по современным меркам, конечно, мало. Премьер, пару игр и все. Но есть второй слот под SSD, так что это не проблема. А теперь самое интересное. Мы его распотрошили. С бананом разберемся потом. Система охлаждения. Она накрывает полностью оба чипа. Ryzen 9 6900HX и мобильную RX 6600M. Две 85-миллиметровые вертушки. Как громко они работают, скоро узнаем. Шесть теплотрубок. Передняя панель, как у взрослых ПК, подключается отдельной платой с миниджеками, кнопками USB и Type-C. В целом сложно поверить, что вот такая маленькая система способна запускать все современные игры на высоких настройках графики и с нормальным FPS. Wi-Fi от Mediatek 6E отдельно распаян на корпус. Сделано все по уму. Нет вот этих зайчих ушей в виде антенн. Внутри корпус металлический. В целом, плата и система охлаждения сделаны очень грамотно. Никаких задиров на пластике, неотмытого флюса и ручной пайки. Видно, что за 10 лет на рынке минисфорум по полной прокачали фабричное производство и по качеству этот мини-ПК ничем не хуже именитых брендов, покинувших отечественный рынок. Разбирать систему охлаждения дальше я не стал. Как говорится, работает не трожь. Более того, в этом нет смысла. Китайские инженеры заморочились и термоинтерфейсом выступает здесь жидкий металл. Разборка может повредить его изоляцию, а он, как известно, проводит ток. Улучшить теплоотвод все равно не получится, да это особо и не нужно. Давайте провернем все механизмы. Процессор здесь 16-поточный Ryzen 9 6900HX предыдущего поколения, который базируется на достаточно свежей архитектуре Zen 3+. Бустить на одно ядро он может до 4,9 ГГц, все ядра разгоняются на пару сотен МГц меньше. Официальный теплопакет всего 45 Вт. 16 ГБ DDR5-4800 двумя модулями по 8 ГБ. Увы, тайминги тут конские, под 40, поэтому и задержки под сотню наносекунд. Ну и скорость лишь около 50 ГБ в секунду. Но в целом с таким мощным камнем-ограничителем эта память не станет. Начнем с CPU-Z, где во встроенном бенчмарке 6900HX выбивает больше 6000 баллов по многопотоку и почти 650 по однопотоку. Уровень отличный, некогда топовый i9-9900K нервно курит слегка позади. Дадим процессору задачку посложней. Прогоним Cinebench R23 10 минут и заодно посмотрим на температуры. И вот тут Ryzen 9 приятно удивил. Все-таки энергоэффективный 6-нанометровый техпроцесс рулит. Будучи зажатым в стоковый 45 Вт, восьмиядерник умудряется выдать уровень десктопного i5-12400, которому для этого же результата нужно под 70-80 Вт. Система охлаждения, мое почтение, это вам не тонкий ноутбук. Процессор не грелся даже до 70 градусов, удерживая при этом частоту около 3,7 ГГц. Да даже мой рабочий 9700K при этом тесте греется уже под 73 градуса под водяным охлаждением. И еще немного синтетики. Тест архиватором в 7-зип. Тут у восьмиядерника 6900HX около 88 гипс. Для сравнения, аналогичный восьмиядерный 16-поточный десктопный i9-9900K в стоке почти на 15% слабей. 77 гипс. А вот если убрать гиперпоточное, что сделала в свое время Intel при выпуске i7-9700K, то результат в полтора раза хуже. 50 гипс. И я напомню, старых мощных интелов порвал мобильный процессор в крошечной коробке. Теперь нагрузим этот Ryzen 9 в долгую и вскипятим чаек. Полчаса стресс-теста AIDA64 с галками на CPU, FPU и кэши, думаю, хватит. В итоге картина следующая. Чай остыл, процессор упирается в стоковый теплопакет, греется до 70 градусов и частично использует Turbo Boost. Явно видно, что система охлаждения может больше. Но вам больше не положено. BIOS тут болванка. Настроек много, а толку от них нет. Поменять тайминги ОЗУ нельзя. Теплопакет CPU тоже нельзя. Андервольтингом тут вообще даже не пахнет. Universal X86 Tuning Utility тоже не помогла. Процессор определяется, но изменение теплопакета не работает. Так что, хотя это и ПК, возможности по настройке тут не больше, чем в ноутбуках. Также этот Ryzen 9 интересен тем, что он на самом деле не CPU, а APU, то есть имеет мощную для встройки графику Radeon 680M, которая доходит до уровня народной GTX 1050 Ti. При этом мини с форум отключать ее не стали, хотя в биосе это сделать можно. Интегряжка нужна в ноутбуках, чтобы продлить время работы от аккумулятора, так как дискретка обычно потребляет много энергии. Но в мини-ПК она работает как гиря на ноге, а вернее просто не работает, потому что HDMI подключены к дискретной графике напрямую. Но самое главное, когда активно интегрированная графика, не получится записывать экран через AMD Relive. Опция просто будет недоступна. Я экспериментировал с драйверами, смотрел индусов, не помогло. Отключаешь интегряжку, все работает. AMD могут в дрова. Но все равно, забегая наперед, экран пришлось писать камерой. Уж слишком сильно падает производительность, даже если ставить низкий битрейт. Киперпанк потерял аж 15% фпс. В общем, если нужна запись и не хочется 2GPU в диспетчере задач, вернитесь в начало 2000-х и вспомните времена этих синих биос. Это уже боль ноутбучников, а не ПК-бояр. Дискретная графика тут интересная. Это мобильная RX 6600M. Ее отлично знают любители покупать Франкенштейнов с Али. Но тут прошу заметить, она работает в своей родной среде. С физической точки зрения отличия от десктопной версии нет. Те же 1800 потоковых процессоров, 8 ГБ GDDR6 памяти на 128-битной шине и 8 линий PCI-Express 4. При этом, спасибо китайцам, из коробки включен Resizable Bar, который позволяет процессору обращаться ко всей видеопамяти и тем самым еще немного увеличивает графическую мощность. Также инженеры Minis Forum явно решили сразу заняться разгоном. У карты что родная, что буст частота подняты относительно стока почти на 200 МГц. Так что в итоге и по этому параметру разница с десктопной версией стирается. Последнее и единственное различие это теплопакет. У 6600M ограничение в сотню ватт, у десктопной карты на треть выше. В 3DMark Time Spy мобильная 6600M набрала чуть меньше 8000 графических попугаев. При этом десктопная версия в среднем всего на 100 баллов быстрее. Так что шалость удалась. Китайцы разгоном бустанули мобильную версию до обычной, при этом оставив теплопакет на прежнем уровне. Правда улучшить этот результат уже не получится, в MSI AutoBurner ползунки недоступны. Но в целом из карты уже выжили ощутимо больше стока, так что дополнительный разгон скорее всего помог бы минимально. При этом система охлаждения справляется с такой прокачанной мобильной картой без проблем. Полчаса теста 4К в Superposition смогли разогреть ее до 82 градусов, а частота держалась на уровне 2300 МГц. То есть разгон лишним не был. В итоге у нас тут тандем уровня народной сборки i5-12400 RX 6600. Нагружают систему Adobe Premiere. Тестовый файл предыдущий получасовой отзеркаленный ролик в 2К с тяжелым эффектом блика. Мой ПК с восьмиядерным стричком i7-9700K справился за 54 минуты, а вот компактный удалец на 4 минуты быстрей. Вот что более свежая архитектура делает. Пора уже Skylake на покой. Ему уже даже быстрая 3080 Ti тут не помогла. А вот теста Блендера не будет, потому что красная мобильная карта вновь доказала, что она не для работы. Да, в Блендер появилась визуализация HIP как раз для Radeon, но даже с самой свежей демосценой при выбранном рендеринге на GPU толку ноль. Видеокарта не грузится совсем, при этом на ПК с RTX 3080 Ti никаких проблем. Конечно, можно рендерить и на процессоре, но это слишком грустно. Восьмиядерный Ryzen 6900HX справился со сценой Classroom аж за 7 минут, тогда как 3080 Ti всего за 20 секунд. Делаем выводы, господа 3Dшники. На удивление, такой малыш отлично справляется с рабочей нагрузкой и при этом почти не шумит. Вот послушайте сами. На самом деле, иногда я думал, что он не работает, потому что даже в стресс-тестах не слышал шума. И я не просто так сначала сравнил ее с консолью. Быстрый мобильный восьмиядерник и почти десктопная RX 6600 должны отлично тянуть игры. Начнем с народного киберспорта. Dota 2. Руками выкручены все ползунки вправо, разрешение 2К и все идеально. Даже в замесах FPS за 150. Можно с комфортом ничего не понимать после очередного обновления и огромной карты на новом быстром игровом мониторе. Никаких фризов, лагов или подтупливаний тут нет. В общем, на таком мини-ПК в проигрыше придется винить только себя. А после удара по столу этот ПК вам кивнет в знак солидарности. И еще есть отдельный пласт старых танкистов, над которыми шутят в интернетах про пробитие. Аналогично 2К абсолютно все настройки выкручены на максимум и FPS оказывается под сотку. Так что даже таким как я фанатам зайти раз в месяц во время теста на среднем танке идти на таран через все поле будет не скучно. При этом в корпусе у нас вообще не жарко. Видеокарта грузится на полную, используя все доступные 100 Вт и выше 80 градусов она не уходит. Процессор ожидаемо подкидывает задачи на расслабоне, бустя до 4,5 ГГц при 70 с копейками градусов. Короче, киберспортсмены разных возрастов. Все летает даже в 2К, ну или по правильному 1440p на ультра настройках графики. Теперь атомное сердце. Признаюсь, не играл, а в тестах доходил лишь до бабы Зины и качал захороненки. Пострелять роботов в альтернативном СССР 50-х можно на ультра настройках графики. Здесь они перед максимальными атомными, уже разумеется в Full HD. При этом FPS прыгает около 60-90 кадров в зависимости от обстановки. В общем, абсолютно играбельно. При желании можно чутка снизить настройки, чтобы получить стабильный 100+, если подключен быстрый игровой монитор. По нагрузке на железо снова все окей. Видеокарта бустит по 2,3 ГГц, упираясь в теплопакет, и прогревается до 80 градусов. Процессору снова скучно. Он едва ли грузится на 20%, греясь около 70 градусов и удерживая выше 4,5 ГГц. Раз этот мини-ПК настолько хорош, запустим польский унижатель 2077. Впечатляющие настройки графики, трассировка лучей отключена, FSR на качество. Мини-Мы по бенчмарку выдал средний FPS 70 кадров, минимальный 40. Процессор продолжает отдыхать. Даже наполовину восьмиядерного демона красных загрузить не удалось. В итоге температура ниже 80 градусов, частота выше 4,5. В общем, кричать флюгеги хаймен и снижать настройки не обязательно, даже на впечатляющих настройках в Full HD. Если вам не нравятся все эти апскейлы и магия с FSR, который по качеству до DLSS не дотягивает, от него можно отказаться. На том же впечатляющем пресете FPS упадет не сильно, до 60 кадров по бенчмарку, а минимальный будет таким же под 40. Что, разумеется, абсолютно играбельно в сингловой игре. И раз у системы охлаждения есть запас, пора устроить для процессора судный день, выехав на улице Найт-Сити. Восьмиядерный свежий Ryzen 9 грузится до 50%, удерживая 4 ГГц и греясь всего до 75 градусов. Увы, тут явно ограничивающим фактором стал достаточно низкий TDP в 45 Вт, но узким местом он не стал. Видеокарта практически всегда грузится на полную, и никаких фризов нет. При этом FPS на впечатляющем пресете с FSR на качество стабильно за 50. Играть абсолютно комфортно. При желании, конечно, можно замахнуться на трассировку. Как я уже рассказывал в предыдущем видео, для младших карт, особенно от AMD, придется слишком сильно пожертвовать качеством. Но если хочется прикоснуться к божественным лучам Хуанга, пресет минимальной трассировки лучей с автоматическим FSR даст 60 FPS. Выставление среднего качества трассировки роняет его ниже 40, так что в целом уж лучше играть на впечатляющем качестве с RTX OFF. Игра, конечно, и так. Смотрится очень круто и реалистично. После такого жесткого теста идти в Фарзу было уже как-то не спортивно, но все же интересно посмотреть, как малой справляется с красивой гонкой. Этот жанр тоже имеет место быть, и люди получают удовольствие, гоняя на спорткарах. Проверять производительность в Full HD смысла нет, и так понятно, что никаких проблем с этим разрешением у 6600 не будет, а вот в 2К с экстремальным пресетом уже интересно. И да, почти 60 FPS в среднем, в достаточно свежей гонке. RX 6600 могет. При этом, что любопытно, это единственная игра, где у карты был упор не в теплопакет, а в максимальную частоту. Она бустила выше 2400 МГц, потребляя 85-90 Вт. Разумеется, по температурам было все окей, и процессор, и видеокарта даже до 75 градусов не добирались. Этот мини-ПК от Minis Forum, с одной стороны, не ноутбук, потому что система охлаждения продумана, он не греется, не шумит как фен под нагрузкой. С другой стороны, не совсем ПК, есть моменты, но это завершенный продукт, который работает как надо. Сколько он стоит, точно не скажу. Версия как у меня, 16 гигабайт DDR5 и SSD на 500 гигабайт, обойдется 83-85 тысяч рублей. Цены меняются. Вернемся к тем парням, которые соберут лучше, и посмотрим, сколько будет стоить ПК с такой же производительностью, но уже без доплаты за компактность. И тут есть некоторые сложности. С одной стороны, производительность мобильного Ryzen 9 6900HX близка к Ryzen 7 5700X, который базируется на той же архитектуре Zen 3, но с другой стороны, сокет АМ4 не поддерживает DDR5. Но в этом мини-ПК свежий стандарт памяти больше для галочки, получить на DDR4 скорость в 50 гигабайт в секунду можно без проблем даже на самых дешевых модулях с частотой 3600 МГц, а задержки при этом будут меньше. В общем, остановимся на АМ4. Теперь считаем. 5700X, разумеется, с Али 14 тысяч. Нам нужна поддержка PCI-Express 4.0, плата B550. Топ не нужен, 4.6 фаз под радиатором, хватит с головой. Плюсуем еще десятку, охлаждение любая башня с двумя-четырьмя теплотрубками за пару тысяч, комплект DDR4-3600 за 4 и десктопную RX 6600 за 25. Мини с форумом, в отличие от множества китайских брендов, не стали импортозамещать SSD и поставили достаточно быстрый PCI-Express 4.0 Kingston на 500 гигов. Еще в среднем 4000. Какой-нибудь корпус тоже за 4 и бронзовый BP на 500 ватт, еще четверка. Короче, все за 4 из мелочевки. Складываем все вместе, получается порядка 65-70 тысяч рублей. Разумеется, если поискать по другим магазинам, можно еще немного скинуть. Иными словами, доплата за мобильность получается 10-15 тысяч. За 85 можно уже собрать на мертворожденный RTX 3070. И еще есть возможность апгрейда. Короче, ситуация двоякая. С одной стороны, мини с форум создали действительно крутой и, можно сказать, уникальный миниатюрный компьютер, который явно уделывает по производительности тот же Xbox Series S. И это нормальный компьютер. С другой, за такое придется доплатить. В общем, тем, кому нравится мини-ПК, я с полной уверенностью могу сказать, что это удачный заводской экземпляр. Уверен, у такого есть любители. И это выглядит достаточно современно. Просто, чтобы наглядно зафиксировать. Это мой ПК. И камень в нем гораздо слабее. Очень надеюсь, что мини с форумом будут штурмовать наш рынок, так же, как и западный, потому что девайсы у них действительно годные и стоят внимания. Ссылка на их официальный магазин будет в описании. Там же наше сообщество ВКонтакте и Телеги. Если вам нравится наша подача материала, там внизу еще есть кнопочка подписаться. Не позволяйте алгоритмам решать за вас, что вам смотреть. На связи был МК. Меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока.